ну что ж друзья вижу вам не хватает страшилок в новогодние ночи хочется все-таки пощекотать нервишки и послушать байки у костра ну тогда присаживайтесь есть у меня для вас одна алтайская легенда про бабку агапку что не слышали о такой а я вот впервые услышал они еще в юном возрасте когда был в детском лагере и нам вожатые у костра перед сном рассказывали страшилки о здешних местах и одна из них мне уж больно очень запомнилась и вот хочу поделиться ею с вами заваривайте чайку укутывайтесь в теплый плед и слушайте внимательно пустынно в среднем течение река песчаная и говорят что не случайно это не селятся там люди по веской причине было когда-то одно поселение в этих местах мирно да спокойно жили там люди свадьбы играли детей рожали работали и на охоту ходили до помирали потихоньку все как и положено у людей но как-то поселилась в этом селе одна новая семья и поначалу никто на них не обращал особо внимания вроде бы отец с дочуркой своей ничего необычного но вот только нелюдимые совсем они были ни с кем особо не общались да и понятно почему вдовец и сирота мало ли какое горе могло случиться в их семье и поэтому никто сам с расспросами не лез знали только что мужика зовут абрамыч и что он заядлый охотник целыми днями пропадал в лесу а его красавицу дочурку с редким для молодой девушки именем звали агапа вот за этой девушкой и стали замечать странности как придет эта красавица на вечерку хоть и стоит она тихо в сторонке никого к себе не подзывая но все равно какой-то парень за ней провожать до дома до увяжется все бы ничего да вот только и все эти парни через некоторое время стали заболевать на глазах их силы таяли лицо покрывалась морщинами как у стариков а вскоре и вовсе помирали вот только эти странные болезни люди не сразу связали с агапой она редко ходила на вечеринке максимум два-три раза в год все остальное время сидела дома и не показывалась никому на глаза и так год за годом пролетали десятки лет а может и больше агапа нисколько не меняется все также прекрасное лицо все также тонко и изящно талии и такие же черные как смоль волосы и блестящие глаза все также ходит она изредка на молодежные гуляния и стоит тихо в сторонке и также уходят с ней провожатые молодые парни и также через некоторое время превращаются в стариков и помирают все больше на деревенском кладбище становится могил молодых парней и никак не могли понять люди что за хворь забирает поползли по силу разные слухи стал народ злобным боязливым мужики пытались абрамыча напоить да всю правду у него выпадать но никак это не удавалось чем больше пил абрамыч тем мрачнее становился на все расспросы твердил только одно не троньте агапу люблю ее больше жизни так и решил народ что не дочь это вовсе а жена молодая и связалась она с нечистой силы это помогает ей оставаться вечно молодой и красивый только нужное время от времени подпитываться молодой энергией вот и забирает она эту энергию молодых парней которые осмеливаются ее провожать вечером до дома стали люди уезжать из тех мест а те что оставались совсем из дома перестали выходить бояться агапки девушка же стала по опустевшим улицам сама ходить да в окна стучать парней к себе зазывать но никто не хотел идти на собственную погибель видят люди агапка день ото дня все старее становится черные ранее волосы покрылись сединой а белое лицо и сбороздили глубокие морщины тело сохлость и согнулась все быстрее она стала бегать по улицам как голодный пес а вскоре и вовсе превратилась в огромного черного пса и теперь не только молодым парням да и вообще всем проходом стал последние люди тайно покинули это проклятое место говорят что обезумевший оголодавший пес пытался накинуться на своего хозяина абрамыча тот от его страшных челюстей бросился бежать к речке но у берега подскользнулся и сорвался вниз таки утонув с той поры порог так и называется абрамычем очень трудно его пройти нужна большая сноровка и умение по берегам никто не ходит не охотится хотя дичи водится много боятся черного пса который может поймать любого кто забредет в те места появляется он иногда на другом берегу и внимательным взглядом проводит проходящих мимо по реке водников поговаривают и в наше время если остановиться в тех местах группой туристов то ночью к лагерю может прийти старушка и позвать в гости к себе на чайку а те кто соглашается пойти за ней уже назад не возвращаются никогда если кто-то из туристов услышав эту легенду посчитает ее байками и детскими страшилками и обсмеет то обязательно в походе на маршруте случится с ним неприятности существует ли пес на самом деле или это просто легенда для доверчивых туристов оставлю это на ваше усмотрение но если где-то на пути увидите черного пса на другой стороне реки или же ночью наткнетесь на добрую старушку зовущую вас в гости вспомните эту легенду ну как понравилось нажимай лайк и подписывайся на канал если хочешь знать больше легенд и баек у костра вы на канале ленивый турист всем спасибо за просмотр до скорых встреч